Слава Богу! Братья и сестры, всех вас приветствую! Пускай Бог благословит всех нас! Вижу, гости нас посетили, слава Богу! Приятно видеть! И сегодня у нас прекрасный день. Мы собрались, чтобы прославить имя нашего Господа Иисуса Христа на этом месте. И я думаю, что наше сердце, оно готово, мы готовились, чтобы, придя на это место, нам услышать то, что сегодня Бог хочет сказать нам Духом Святым через Свое Слово. И знаете, Слово Божие, оно имеет силу. И Бог мне положил сегодня говорить на одну тему, я прочитаю это место Деяния Апостолов, это известное место. И мы порассуждаем об этом Слове Божьем. Я хотел бы, чтобы мы, придя на это место, не только сидели, но и участвовали в этом, то есть рассуждали о Божьем Слове, которое мы слышим. Это Деяние Апостолов с 11 главы, начнем читать с 18 стишка. Здесь к этому стишку есть некоторая предыстория, и я прочитаю этот стих. Выслушав это, то есть Апостол Петр, когда проповедовал Слово Божие Корнилию, мы знаем эту историю, когда принял этот дом Иисуса Христа, он был с язычников. И вот апостол Петр пришел в Иерусалим, и ему пришлось рассказать апостолам все, что произошло, как Бог открыл двери, двери для язычников. И вот он говорит, выслушавши это, они успокоились и прославили Бога, говоря, видно, и язычникам дал Бог покаяние к жизни. Апостолы слышали, они, когда уверовали, они понимали, что эта благодать принадлежит народу Божьему. Но когда апостол Петр по повелению Духа Святого был в Корнилия, в Кесарии, и проповедовал это Слово Божие, эти люди покаялись. Они приняли Божье Слово, и Бог послал на них Дух Святой. И когда апостол Петр пришел в Иерусалим, эти братья, которые понимали по-другому, они его упрекали, что он ходил к язычникам, и он все им рассказал. И они услышали, и написано, успокоились, и пришли к какому-то заключению. Значит, язычникам Бог дал покаяние к жизни. И дальше читаю такое слово. «Благовествую Господа Иисуса». И было рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу. Дошел слух об этом до церкви Иерусалимской. И поручили Варнаве идти в Антиохию. Видите, здесь уже получилось тоже нечто, что апостолы не ожидали в Иерусалиме. И когда это произошло в Антиохии, люди, язычники покаялись, елены, обращенные из язычников, написано, что они послали Варнаву, чтобы он пошел и посмотрел, что там происходит. Он прибыл и увидел благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Ибо он был муж добрый, исполненный Духом Святого и веры, и приложилось до вольного народа Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и нашедший его привел в Антиохию. И целый год собирались они в церкви, уча немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Такое повествование. Я думаю, что это тоже касается каждого из нас. И все, которые находятся здесь, я думаю, они тоже себя называют христианами. Называют себя христианами. И говорят то, что это не сами христиане, эти люди верующие, дали себе это название. Они не сами взяли себе это название, христиане. По преданию говорят, что это люди неверующие, это коринфяне, это люди, которые окружали их. Они увидели этих людей, что они другие. Они особенные люди, они не такие, как окружающие их люди. И вот эти люди, у них было как бы такое задание, ну, как же определить, что же это за люди, которые появились здесь недавно. И вот они, смотря на них, они назвали, дали им имя христиане. Они посмотрели, что это люди особенные. Они постоянно говорят об Иисусе Христе, они поют о Нем, они свидетельствуют, они живут для Него. Это люди особенные. И они дали им название христиане. Мы не видим раньше, чтобы кого называли христианами. И впоследствии, и даже смотря из Священного Писания, написано, что ученики, они называли, то есть, люди верующие, они называли друг друга учениками, да, учениками, последователями Христа. Но нигде не видно, чтобы они называли один другого. Они называли друг друга братьями. Но они не называли сами себя христианами. И вот здесь написано, в первый раз, ученики стали называться христианами. И вопрос, чем же, какой же критерий, по какому определению эти люди пришли к такому заключению, что это есть христиане. Они дали им это название, христиане. Почему было видно, что это христиане? И мы читаем, откроем первую главу Иоанна, Иоанна, Иоанна. Здесь говорится о том, что те, которые приняли Его, верующие во имя Его, особые люди. Написано, Он дал им власть быть, называться детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но родились от Бога. Это особенные люди. Это те, которые принадлежат Иисусу Христу. Это те, которые живут для Него. И сегодня я хотел бы с вами немножко поговорить о том, какие же критерии, что определяет именно нашу суть, наше название. Вот мы все называемся христианами. Что определяет нас? Или же название определяет нас? Или, может быть, что-то есть то, что все-таки стоит критерием того, чем мы являемся? И здесь я прочитал, что первое Иоанна написано, это те, которые родились от Бога. Это те, которые рождены от Бога. И мы знаем, Иисус Христос, когда говорил с Никодимом в третьей главе Иоанна, говорится о том, что Христос говорил, что тебе надо родиться свыше. Тебе нужно поменяться для того, чтобы быть в Царстве Божьем. Тебе нужно что-то сделать. Тебе нужно изменяться. Иисус сказал ему в ответ, что тебе надо родиться свыше. Братья и сестры, иногда мы говорим, и так легкомысленно, я думаю, вы встречались с этим, мы называем людей христианами. Люди сами, вот спрашиваешь, а ты христиан? Да, я христиан, я христианин, да, я православный, я христианин. Иногда мы говорим, даже целая страна, это христианская страна, да, это мусульманская страна. И мы как-то обижаемся в Америке, что вот Обама, но он честно признался и признал, что эта страна больше не христианская. И мы как-то говорим, что да, это христианская страна. Америка это христианская страна. Но этот человек, этот наш глава государства, он заявил открыто, что эта страна уже более не христианская. И если мы не согласны с этим, и я знаю, что многие не согласны, многие говорят, да, эта страна строилась на христианских принципах, это христианская страна. Но на самом деле, если мы вникнем, является ли страна христианской только из-за того, что она носит это название? Я думаю, что нет. И это определение, оно есть справедливым. Если страна идет путем греха, если страна идет путем разврата, если узаканиваются всякие беззакония, эта страна не может носить имя Иисуса Христа. Она не может носить имя христианина. Но это касается в общем. Я хотел сегодня говорить больше персонально каждому из нас. Вот каждый из нас мы себя называем христианином. Какие критерии определяют наше название? Что сегодня говорит о том, я христианин, или, может быть, я еще не совсем являюсь христианином? Или, может быть, как Христос сказал, тебе надо бы народиться свыше. Может быть, сегодня нужно нам проверить себя в свете Слова Божьего. И я хотел бы, чтобы мы сегодня обратили внимание, и вот эти христиане в Антиохии, да, которые, первые ученики в Антиохии, написано, они проповедовали. Они проповедовали об Иисусе Христе. Братья и сестры, если человек что-то пережил, если он чем-то наполнен, если, к примеру, вас наполняет какая-то радость, да, если у вас есть какой-то успех, оно выливается, естественно, в радости, да, если у вас какая-то печаль, если посещает какая-то болезнь, если какая-то боль, трагедия, оно, естественно, выражается в слезах, в плаче, в скорби. И я хочу сказать, что если мы, рожденные свыше, если человек, рожденный свыше, если он является христианином, если он познал благую весть, он не может об этом не говорить окружающим. Человек, который познал благую весть, который рожденный свыше, который принял Иисуса Христа в свое сердце, он не может молчать, он не может об этом не говорить. Написано, ученики ушли и проповедовали всем. Они проповедовали, они возвещали, они говорили об Иисусе Христе. И люди окружающие, они видели, что эти люди живут чем-то другим, у них есть какие-то цели, у них есть что-то особенное. Это особенные люди, они делятся чем-то важным. И они определили, это христиане, братья и сестры. Если мы находимся, например, на море, да, буря, и мы в корабле или в лодке спасательной, и вокруг нас гибнут люди, и мы не обращаем никакого внимания. Это то же самое, что мы познали благую весть. Мы знаем о нем, мы не можем не говорить. Христиане, самый первый критерий христианина, который есть настоящий христианин, он свидетельствует об Иисусе Христе. Он есть свидетель Иисуса Христа. Иисус Христос сказал ученикам, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И что? Он не сказал, что вы будете творить большие чудеса. Вы будете большими успешными людьми в этом мире благословенными, говорит, вы будете мне свидетелями. Когда придет Дух Святой, наполнит ваши сердца, вы будете моими свидетелями. В Иерусалиме, там, где вы живете, в Иудее и до края земли, вы будете этим жить. Это еще первое, самое определение христианина. Братья и сестры, если вы Христовы, написано, распяли плод со страстями и похотями. Я прочитаю это место. Это написано, это, по-моему, написано Галатом, если не ошибаюсь. Я напомню это Галатом с пятой главы. Здесь пишется с 22 стишка плод Духа, то есть характер христианина. Плод Духа, характер христианина. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И я могу себя проверять по этому. Являются ли эти определения моим характером? Кротость, воздержание. На таковых нет закона. И дальше 24 стишок. «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу должны и поступать». Это есть определение христиан. Это определение тех, которые называются христианами, носят имя Иисуса Христа. Говорит, у них есть любовь, «Они радостны, они наполнены миром, долготерпением, благостью, милосердие, вера, кротость, воздержание. Они распяли плоть со страстями и похотями». Это есть определение христиан. Это определение тех, которые Христовы, братья и сестры. И это очень важно в жизни нашей, чтобы не быть только, не только называться. И знаете, иногда люди в этом мире, они смотрят, и они дают точные определения. Точные определения нам, как последователям Иисуса Христа. Мы видим, в Антиохии люди дали точные определения учениками Иисуса Христа. Это люди Христовы. Это особенный народ. Это Христовы. Это христиане. Люди, хотя окружающие, но они дали точные определения. Это христиане, братья и сестры. Когда люди смотрят на нас, окружающие, могут ли, какое определение они дают нам, какое определение они могут дать нам. Действительно ли это люди особенные, это народ особенный, написано, взятый в удел, дабы возвещать совершенству призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Говорят, некогда не народ, но ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а теперь помилованные. Слава Богу, братья и сестры, и мы с вами блаженны. Почему? Потому что Бог дал нам право называться и быть детьми Божьими, называться христианами и быть ими. Называться и быть ими, братья и сестры. И очень важно, чтобы в жизни нашей мы действительно таковы мы были, свидетели Иисуса Христа. Самое первое определение христианина это свидетель. Вы помните одного из учеников, который не отличается большим дарованием, он не написал ни одно Евангелие, ни одно послание, но он был христианином. Он свидетельствовал. И его свидетельство было очень короткое. Это брат Петра, Андрей. Помните, когда он узнал, познакомился с Иисусом Христом, он пришел к Петру, и что он сказал? Он сказал ему всего три слова. Он сказал ему всего три слова. Говорит, мы нашли Мессию. Это была проповедь для Петра. Этих три слова было достаточно, чтобы привести Петра к Иисусу Христу. Эти три слова были достаточны для того, чтобы Петр пришел и принял Иисуса Христа. И мы видим, что впоследствии Бог очень сильно употребил Петра. И я хочу сегодня сказать каждому из нас, быть свидетелем, не надо быть проповедником, быть свидетелем, не надо быть пророком, быть свидетелем, не надо быть евангелистом, не надо быть чудотворцем. Нужно иметь огонь в своем сердце, нужно быть рожденным свыше, нужно, чтобы это горело в нашем сердце. И может быть, достаточно для кого-то три слова. Господь тебя любит. Мы нашли Мессию, как сказал Андрей. И впоследствии мы не видим, тем, что этот человек отличался большим, большим дарованиям, или как Петр, тень проходящая у Петра исцеляла больных. И многие люди покаялись. Но Петра привел Андрей своей короткой, скромной проповеди. Говорит, мы нашли Мессию. Братья и сестры, каждый из нас может быть таким проповедником, сказать, мы нашли Мессию. Бог тебя любит. Он хочет тебя спасти. Это есть определение христианина. Мы не можем быть христианами и не говорить об Иисусе Христе. Это самое первое определение христианина. Если ты христианин, ты не будешь молчать. Ты будешь говорить, ты будешь свидетельствовать, ты будешь людям указывать на путь спасения. Это есть определение христианина, самое первое. Второе – это жить святой жизнью, это быть рожденным свыше, это хранить себя, это быть светом, это жить жизнью Иисуса Христа, это второе определение христианина. Братья и сестры, те, которые Христовы, они распили плоть со страстями и похотями. И я читаю Слово Божие, это Ефесянам написано в 4 главе. Это говорится о христианах. С 20 стишка, прочитаемый ниже. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истину в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в вольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего. Одно из определений христианина – у него обновленный ум. Написано – обновиться духом ума вашего. Христианин, он имеет обновленный разум, обновленный ум. Он мыслит по-другому. Обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, по Богу праведности, святости, истине. Поэтому, отвергнувши ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что вы члены друг к другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте место дьяволу, кто крал в предник роди, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять и нуждающимся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно приносило благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобою да будет удалено от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Христос, как и Бог во Христе простил вас. Братья и сестры, вот это все я считаю для себя и также для вас. И это есть определение, если мы рождены свыше, значит у нас будет вот эта новая жизнь, ее будет видно. Я слышал одно свидетельство, один заключенный был преступником, был заключенный в тюрьме, и он свидетельствовал о своей жизни. И он говорил, что находясь здесь, в преступном мире, очень многие не имеют никакой надежды, преступники. Говорят, многие из них, они поканчивали жизнь самоубийством там в тюрьмах, они не видели выхода, они вскрывали себе вены, животы, они себя, как сказать, не имели надежды. Они все проклинали начальство, все, но, говорит, с нами находились люди другие. Это были люди особенные. Среди этих, также унижений, среди этого, как сказать, тяжелой жизни в тюрьме, они, говорит, светились необыкновенным светом. Они были особенные, они благословляли, они помогали, у них в глазах светился какой-то свет. Они были люди особенные. Находясь в тюрьме, они, говорит, имели надежды, надежду на Бога. И они другим людям свидетельствовали. И, говорит, через их жизнь сотни людей пришли к Иисусу Христу. Сотни людей поменяли жизнь. И этот преступник, говорит, смотря на их жизнь, смотря на их, вот эти отношения между ними и к другим людям, говорит, в моем сердце пробудилось сильное желание иметь жизнь, такую, какая в их, той жизнью, какой они живут. И этот человек, он покаялся, он обратился к Господу, он посвятил себя Иисусу Христу. Братья и сестры, написано, что вы есть письмо Христово. Вы письмо Христово, узнаваемое кем? Окружающими людьми. И читаем им. Это открытое письмо. Мы, христиане. Поэтому, братья и сестры, определение, все-таки проверяя себя. Это я говорю не для того, чтобы просто занять время, для того, чтобы мы проверили себя. Можем ли мы сегодня с уверенностью сказать, да, я христианин, настоящий христианин. Я не только называюсь, я христианин. Имеем ли мы новую, вот эту сверхъестественную жизнь, эту жизнь, которая особенная, которая дана нам Иисусом Христом. Приняли ли мы Духа Святого, уверовавши? Христиане, те, которые крестовы, они приняли Духа Святого, уверовавши. Этот Дух свидетельствует Духу нашему, что мы Его дети. Радуемся ли мы, когда слышим свидетельство об Иисусе Христе? И вдохновляет ли это нас на то же самое, чтобы говорить людям об Иисусе Христе? Горит ли наше сердце для свидетельства Богу? Если да, значит мы христиане. Значит мы являемся христианами. Значит это имя мы не напрасно носим. А если мы не можем ответить утвердительно, то я хочу сегодня сказать, как Иисус Христос сказал Никодиму, тебе надо бы народиться свыше. Тебе нужно что-то поменять в своей жизни. Тебе нужно пересмотреть свои отношения с Иисусом Христом. Действительно ли мы являемся теми, кем мы называемся? Да поможет Бог нам, братья и сестры, чтобы в нашей жизни нам действительно иметь эту сверхъестественную жизнь. Чтобы люди окружающие нас, они видели, что это люди особенные. Среди обстоятельств жизни, которые встречают людей неверующих, и верующих, верующие люди и себя ведут по-другому. Если даже нас где-то обидели, если где-то мы потерпели, мы живем и мы поступаем по-другому. Мы не поступаем так, как люди этого мира. Потому что мы являемся особенными. Мы являемся христианами. Да благословит Бог сегодня каждого из нас, чтобы нам действительно не только называться, но быть детьми Божьими. Чтобы это слово, оно относилось к нам, но те, которые христовы, они распяли плоть со страстями и похотями. И они живут другой, христианской жизнью Иисуса Христа. Да благословит нас Бог. Давайте мы склонимся, помолимся Богу. И если мы в нашей жизни, мы замечаем то, что где-то в нашей жизни что-то не так. Если в жизни нашей обстоятельства наши раздражают, если мы не можем нормально, правильно реагировать на обиды, на оскорбления, на, может быть, какие-то разговоры, значит, что-то в нашей жизни не так. Мы должны стараться, может быть, постараться в нашей жизни что-то поменять. Нам нужно, может быть, родиться свыше. Да поможет Бог нам. И мы давайте склонимся перед нашим Богом и откроем Ему наше сердце. Скажем Ему то, что сегодня в нас. Да благословит Господь нас. И я благодарю Тебя, Господь, что Твоя забота сегодня о каждой душе. И Ты сегодня, Господи, любишь нас. Ты заботишься о каждом отдельности. И Ты сегодня, Господи, говоришь нам, чтобы мы проверили себя, проверили свою жизнь, проверили свое хождение перед Тобою. Проверили себя в свете Твоего Слова. Господи, и я молю Тебя, Отец Небесный, если кто сегодня, Господи, увидел себя не таковым, Боже, я молю Тебя, Отец Небесный, Духом Твоим Святым. Ты сегодня, Господи, помоги, Боже, исполни Твою волю. Господи, Духом Твоим Святым, преображай сегодня наши сердца, чтобы нам, Господи, гореть для Тебя, чтобы, Господи, Твой характер сегодня отобразился в наших сердцах, и чтобы нам, Господи, быть носителями Твоего Света, Боже. Господи, может быть, мы уже очень многие годы ходим, Боже, за Тобой, но никогда, никогда не стали Твоими свидетелями, Боже. Я молю Тебя, Отец Небесный, да пройдет Твоя благодать и милость Твоя в жизнь нашу. Я молю Тебя, Боже, благослови сегодня каждого дельности, благослови нас и детей наших, чтобы нам, Господи, исполнить Твою волю и чтобы нам быть, Господи, Твоими наследниками, Твоими детьми, носителями Твоей истины, Твоей благодати, Боже, дабы имя Твое прославилось в Церкви Твоей, дабы, Господи, Твое имя было наречено на народе Твоем. Аллилуйя! Я молю Тебя, Господи, благослови и наполняй Твоей благодатью. Господи, я прошу Тебя, пройди сегодня Твоей благодатью, и Дух Твой Святой сегодня да наполнит нас Твоим миром и любовью, Твоей благодатью, Боже, дабы нам, Господи, исполнить Твою волю в жизни нашей. Благослови нас, Господи, в этот час. Благослови продолжение этого служения. Благослови каждого дельности. Мы сегодня нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся в Твоей милости. Мы нуждаемся в Твоем водительстве. Господи, Духом Святым, Ты веди нас, Господи, и направляй, Боже, на пути правды. Да будешь Ты прославлен в жизни каждого дельности, нас и детей наших, чтобы окружающие люди, они видели в нас этот свет. Будь прославлен, Господи, в нашей жизни, везде, везде, где мы будем находиться, везде, где мы будем, Господи, обращаться с людьми окружающими, чтобы люди видели в нас Твой свет. Да будешь Ты прославлен и возвеличен. Вечный наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.